Переговоры России и Японии Встреча в верхах в начале сентября Нихон Кэйцзай, Япония Нион Кэйцзай, Япония 2 сентября 2019 года В начале сентября премьер-министр Японии Син Цзэбэ посетит Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме Также он планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным Год назад на этом форуме российский лидер предложил заключить мирный договор без предварительных условий Тем не менее переговоры не развиваются, и АБ пытается подобрать новый ключ к решению проблемы Пока премьер не сделает следующий ход, предложит составить текст мирного договора во время сентябрьской встречи Россия не предпримет никаких шагов, отмечает один из участников переговоров По его мнению, необходим кардинально новый подход, чтобы устранить разногласия, связанные с историческими проблемами и суверенитетом На данный момент у России мало мотивов активно развивать переговоры 8 сентября пройдут единые региональные выборы, и, как ожидается, Единая Россия столкнется с определенными трудностями 2 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев спустя 4 года посетил эту руб Япония выразила протест, но Россия заявила, что это вмешательство во внутреннюю политику По данным исследования, проведенного государственным ВЦОМ в январе, более 70% россиян выступили против возврата южных курил На рейтинг Путина также упала тень из-за повышения пенсионного возраста и налога на добавленную стоимость Год назад все было по-другому В сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме Путин в присутствии главы КНР Си Цзиньпина и других лидеров стран обратился с призывом к премьеру А.Б. Давай подпишем мирный договор до конца этого года без предварительных условий В ходе встречи на высшем уровне в Сингапуре в ноябре 2018 года стороны договорились вести переговоры на основе советско-японской декларации 1956 года По этой декларации Японии должны быть переданы острова Шикотана Хабамай после подписания мирного соглашения В Японии некоторые были склонны ожидать, что на саммите Г-20 в Асаке Путин и А.Б. достигнут генерального соглашения Во время встречи в Верхах в Буэнос-Айресе в декабре 2018 года стороны назначили министров иностранных дел Японии и России Таро Коно и Сергея Лаврова ответственными за переговоры, подготовив почву для переговоров по мирному договору Тем не менее когда общение возобновилось в Новом году, Лавров повторил, что принадлежность южных курил к России – справедливый результат Второй мировой войны Япония также подчеркнула принцип подписания мирного договора после решения проблемы суверенитета четырех островов, и стороны вновь оказались в тупике Во время встречи на полях саммита Г-20 в Асаке стороны ограничились решением организовать этой осенью туристические поездки в рамках совместной хозяйственной деятельности на северных территориях Совместная хоздеятельность – это новый подход, о котором главы России и Японии договорились в 2016 году Цель Японии состояла в том, чтобы укрепить доверие в экономической сфере и привязать это к территориальным переговорам Важно трезво осознать реальность и подходить к переговорам с точки зрения долгосрочной перспективы, отмечает профессор Негацкого университета Сигаки Хакамада Сентябрьская встреча – это пятые переговоры Путина и Абэ после предложения заключить мир без предварительных условий Глава Японии будет искать следующий новый подход Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ